Добрый день, друзья! Как обычно, читаю с интересом ваши интересные и разнообразные комментарии под своими видео. И должен сказать, что часто встречается такое мнение, что мол, да всё и так понятно, да что ты говоришь, из пустого в порожнее это всем понятно, все и так это знают. Это вовсе не так, друзья. На самом деле пропаганда и вражеская агитация в нашей стране развиты весьма сильно. И один из главных рупоров этой деятельности, этой так называемой либеральной повестки, это эхо Москвы. И сегодня у нас подборочка голосований и результатов голосований, которые были проведены на этой радиостанции. И у меня, когда это увидел, на самом деле то смех, то слезы. Давайте посмотрим. Я пока не буду комментировать, просто всё зачитаю. Считаете ли вы новые санкции США против России справедливыми? 80% считают, да, США справедливо мочат российскую экономику. Кто начал войну в 2008 году, когда наших миротворцев в Южной Осетии атаковали грузины и мы ввели туда войска? По мнению слушателей эхо Москвы, 76% считают, что Россия виновата в тех событиях. Испытываете ли вы чувство эйфории от победы сборной России? Нет, 87%. Для вас чемпионат мира 2018 по футболу в России – это спортивный праздник? Нет, 75% считают, что это пропагандистское мероприятие. Убедили ли вас доводы расследования в виновности России в крушении малазийского Боинга, который был сбит над Украиной? Да, 68%. Пойдете ли вы на акцию «Бессмертный полк»? 88% считают, что нет, это не нужно. Запад ненавидит Россию? Нет, России это кажется 68%. Какой версии вы больше верите – МИДа РФ или Госдепа США? Версии Госдепа верят 65% слушателей. Допустимо ли приравнивать сталинистов к сторонникам Гитлера? Да, 60% слушателей эхо Москвы так считают. Имеют ли российские власти отношение к отравлению Сергея Скрипаля? О чем вообще нет никаких доказательств? Да, считают 74% слушателей эхо Москвы. Иностранные мужчины красивее, привлекательнее и сексуальнее русских? Да, считают 61%. Нет, 26%. Затрудняюсь ответить – 13%. Я не хочу комментировать все. Я только коротенечко скажу про последний пункт. Иностранные мужчины красивее, привлекательнее и сексуальнее русских. То есть таджики, азербайджанцы, китайцы, вьетнамцы, жители Южной Африки, Центральной Африки, жители Латинской Америки. Нет, очевидно, что подразумевается под иностранными мужчинами только замечательный западный мир. Америка, Канада, Западная Европа. Я думаю, даже чехи или поляки не вспыхивают в мозгу те слушатели эхо Москвы, когда слышат словосочетание «иностранные мужчины». О нет, эти люди глубоко прозомбированы. Они много лет являются жертвами данного типа пропаганды. Пропаганды эхо Москвы. И самое потрясающее в этой ситуации в том, что эхо Москвы финансируется в том числе со счетов госкомпаний. Конечно, на сайте эхо Москвы такой информации вы не найдете. Но даже у Путина спрашивали, почему Газпром финансирует эхо Москвы. И Путин ответил, что все дело в невмешательстве в журналистику. Журналистика должна быть свободной. Хотя я согласен, очень многие вещи требуют внимательной фильтрации, которые там пропагандируются. Так заявлял Путин. Кроме того, эхо Москвы финансируется из-за рубежа, с замечательными фондами того же Сороса. Об этом уже были материалы на различных сайтах в Рунете. И что же получается? За наши деньги и за деньги иностранных фондов влияния, людям реально промывают уши. Поэтому, друзья, если вы спрашиваете, почему я разговариваю то, что всем и так понятно, о нет. Эта работа нужна, чтобы те люди, которым промывают мозги в одну сторону, попытаться перетащить их в сторону адекватности, в сторону восприятия реальности, в сторону видения фактов. А не смотрение на мир сквозь очки эхо Москвы, блогов Навального, Дождя и всего остального. Это необходимая деятельность на сегодняшний день. Если вы не хотите, чтобы на выборах побеждали представители этих сил, которым плевать на Россию, которые мечтают продать Россию и желательно поиметь с этого максимальные барыши, я уверен, что именно это их цели, то мы должны распространять эту информацию. А на этом все. До новых встреч. Пока.